Уважаемые жители Алтайского края, дорогие друзья, заканчивается 2021 год. Его события уходят в историю. И в полной мере результаты года уходящего нам, скорее всего, еще только предстоит оценить. Сегодня же можно сказать, что это был еще один год в жизни нашего края, наполненный множеством самых разных событий. Было все, и хорошее, и плохое. В таком большом и сложном регионе, как наш, по-другому, наверное, быть и не может. Мы все вместе продолжаем вести борьбу с коронавирусом. Медицинская наука дала нам понимание, как пандемия может быть побеждена. Созданы и активно используются вакцины. Уже более одного миллиона взрослых жителей края сделали прививки. А многие уже и повторно. И у нас есть все перспективы, чтобы в первой половине наступающего года достичь того самого коллективного иммунитета, который так необходим, чтобы вернуть жизнь в привычное ее течение. Врачи и все медицинские работники продолжают героическую борьбу за здоровье и жизнь своих земляков. Мы вновь и вновь благодарим вас за это и преклоняемся перед вашим каждодневным подвигом. В этих все еще весьма непростых условиях продолжилась работа по социально-экономическому развитию края по всем направлениям. Восстановилась до прежнего уровня занятость. Вернулись к росту или продолжили расти показатели практически всех отраслей экономики. Стабильно работают и развиваются промышленные предприятия. Отмечено улучшение положения дел в транспортной отрасли. Стабильная, но требующая внимания и определенных заделов ситуация в строительном комплексе. Надежно работают наши энергетики. Жилищно-коммунальное хозяйство не может пока в полной мере обойтись без дополнительных вливаний со стороны государства, а в некоторых случаях и без прямого вмешательства властей. И хоть здесь делается немало, но предстоит еще серьезная работа и даже не на один год. Санаторно-курортный комплекс вернулся на допандемийный уровень. Результаты уходящего года в сельском хозяйстве, да и в целом в агропромышленном комплексе весьма впечатляют. По многим направлениям они стали рекордными за период многолетних наблюдений. Совершенствуются технологии ведения работ, существенно укрепляется и обновляется материально-техническая база, оборудование и техника наших сельхозтоваропроизводителей и предприятий переработки. Ну а развитие экономики создает основы для развития социальной сферы. В рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ, общественных инициатив, отраслевых проектов и планов выполнен просто колоссальный объем работы. Десятки, а в некоторых случаях и сотни объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта были построены, реконструированы или введены в строй после хорошего ремонта и начали или продолжили служить людям. В каждом нашем муниципалитете есть хотя бы один или несколько таких поводов для радости. 2021 год был также наполнен событиями, многие из которых останутся в нашей памяти надолго. Успешное выступление наших земляков на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, столетие Краевого театра драмы имени Шукшина, проведение Кубка мира погребли, собравшие спортсменов из более чем 50 стран мира, 60-летие полета в космос Германа Степановича Титова, международное автомобильное ралли «Шелковый путь» и многое другое стали для жителей Алтайского края символами 2021 года. В следующем, 2022 году, нашему краю как отдельному субъекту федерации исполняется 85 лет. К этой дате приурочен целый ряд мероприятий, посвященных истории Края, его людям, достижениям и успехам, и которые уже нашли отражение в наших планах. А они у Алтайского края на 2022 год не менее серьезные, чем в уходящем году. Дорогие друзья, от всего сердца благодарю вас за любовь к своей земле, за преданность своему делу. Желаю вам счастья, крепкого сибирского здоровья, сил, оптимизма. Пусть наступающий год исполнит мечты, принесет радость и благополучие в каждый дом. Пусть с вами будет любовь родных и близких, доверие и поддержка друзей и коллег. С праздником! С Новым годом!